А сейчас мы предлагаем выступить с докладом реализации национальных проектов господину Ваганову Сергею Николаевичу, руководителю отдела гражданских отраслей промышленности Минпромторга. Спасибо большое. В прошлом году был создан центр компетенции, у нас в Международном инвестии, по повышению производительства. Значит, главная задача центра – это поддержка предприятий, планирующих внедрение бережливых технологий производства, как наиболее конкурентные технологии, повышение производительства с минимальным финансовым вложением. Вот, результаты есть за 2018 год. Уже те предприятия, которые участвуют в этой программе, сумели повысить свою производительность от 7 до 21%. Участники нацпроекта, значит, во-первых, получают профессиональный аудит, консалтинг и обучение на бесплатной основе. Причем этим занимаются в том числе представители «Росатома», что, так скажем, неформально дает тем, кто участвует, возможность стать поставщиками «Росатома». Это немаловажно. Значит, второе – это доступ к дополнительным мерам финансовой поддержки. И третье – это финансирование образовательных программ. Значит, проект пока реализуется до 2024 года. Уже планируется более 200 предприятий, что примут в этом проекте участие. В данный момент, значит, в 2017 году это у нас было 18 предприятий, в прошлом году уже 100. Сейчас отбор идет, идет, надо принимать участие. Значит, что позволит участие в проекте? Это значит, определить, оптимизировать конкретно технологические процессы, плюс получить доступ к ресурсам российского ФРП на льготных суммах. Сумма кредита от 50 до 300 миллионов на 5 лет под 1% на дорогу. Это много, и девушки много. Также наше министерство конкретно предоставляет субсидии на компенсацию затрат на приобретение оборудования до 50%, но есть потолок до 6 миллионов рублей. Это тем же самым участникам. Предприятия-участники также получают возможность перебучить или повысить квалификацию своих сотрудников. Это по линии службы занятости сумма субсидирования 60 тысяч до 60 тысяч на одного сотрудника. Также в рамках проекта есть обучение и для управленческих кадров. Это две программы лидера производительности, программа MBA и экспортный акселератор. Если надо подробнее, я расскажу подробнее. Значит, наше министерство постоянно ведет систематический отбор участников, но для того, чтобы участвовать в этой программе, нужно соответствовать другую критерию. В первую очередь, это заинтересованность руководителя. То есть руководитель должен хотеть участвовать в этом деле. Про долю участия налоговых резидентов в стране государства тоже скажу не более 25%. Юридическая регистрация предприятий на территории региона надо быть налоговым резидентом области. Вхождение предприятия в четыре базовых несырьевых отрасли. Это обрабатывающий производство, сельскохозяйство, транспорт, строительство. Еще один критерий, но сейчас он как бы рассматривал 800 миллионов, лыбочка, не менее 800 миллионов, сейчас до 400 спустили, но не более 30 миллионов. Пройти регистрацию можно на сайте производительности РФ и надо подписать соглашение по уступлению нацпроект с нашим министерством. Вообще лучше, наверное, все делать через нас. Свои контакты я могу вам сказать, запишите в сотовый телефон начальника отдела гражданской трассы. Именно курируем химию, стекольную, лесную, легкую. Ну, что не касается меня, состыкую со всеми, с кем он, и с теми, кто реализовывал данный проект. И в той телефон, в той министерстве. Будьте ли, телефону себе дам, Анатолий, не проблема. Ты за прямо сейчас продиктую? Свой телефон, давайте сотовый, я продиктую. 95-245-25-111. Звоните, только представляете сразу, потому что нереально, как все запомнили. Отвечу на все вопросы, со всеми людьми все выступают. То есть с теми, кто занимается непосредственно. Самое главное желание здесь. Обращайтесь, деньги, все ресурсы есть. Сергей Николаевич, разрешите вопрос задать? Конечно. Сергей Николаевич, вот перед нами выступали из Российской Федерации, да? Приезжали и рассказывали о возможностях фондов. И, конечно, под 1% это же очень здорово, денежки получать, да? Ну вот вопрос, почему так мало обращаются за таким кредитом? Вы разбирались с этим вопросом? 40 предприятий за 3 года. Но там не под 1%, там 14 предприятий было под 1%. Там еще разные же, да, наверное, в общей сложности. Конечно. Вот. Почему так мало? Ну, во-первых, под 1% подается тем, кто участвует в этой программе. А в программе, ну, к сожалению, от Держинска в данный момент участвует только ФОМО. Еще два предприятия, ДПО «Пластик» и СИБУР, ДПО «Пластик» сейчас рассматривают, СИБУР встречаться должно вот в данный момент с начальником программы. Мы хотим, чтобы вы участвовали, чтобы приняли участие. Посмотрите, по критериям подходите, приезжайте, будем разговаривать. Будем под 1% относительно длинный кредит на 5 лет. Ну вот на этом заседании выступал генеральный директор КОМ, господин Новиков. И он прямо же сказал, что вот если ты берешь этот кредит, все, сразу набирай команду, которая будет заниматься только этим проектом. Это же очень роскошно. Смотрите, ну, вы должны же отдавать себе отчет в том, что ничего бесплатного не бывает. Беря этот кредит, вы берете на себя какие-то обязательства по выполнению каких-то, ну, киперах, те же самые. То есть повышение проекта должно происходить. Восвобождение людей не должно быть при модернизации производства. Соблюдайте условия, получите льготный кредит. Вопросов нет. Надо соблюдать условия. Как-то бы вот их смягчить, Сергей Николаевич. Потому что в таких жестких условиях кредиты под 1% под развитие лучше будут где-то перебивать. Вот у нас есть предприятие НИПО. Да почему нет? Ну, если предприятие заинтересовано в повышении производства, значит, оно точно знает, что что-то будет происходить на этом предприятии. Как-то мы традиции решили. Мы на бумаге не забыли про овраги. Вот это русская поговорка. Ну, смотри. Сергей Николаевич, прислушайтесь к директорам. Пожалуйста. Это же предпринимательство. Мы со своей стороны, вот я говорю, до 50% на оборудование, до 6 миллионов. Пусть небольшие деньги, но если предприятие вкладывает деньги в модернизацию, то 6 миллионов получите. Приходите к нам, в нашу программу. Нужно участие. Надо заниматься этим. А вот поэтому мы же и встречаемся. Конечно. Давайте проявляйте свою активность. Приходите. Приходите, задавайте вопросы. Найдем людей, которые ответят. Не этот кредит. Значит, будем подбирать, что это и ДО, и МЭЛ. А скажите, как у вас с силикатным заводом дела обстоят? Силикатный заводом? Я на том, что врать не буду. Пока в данный момент с Минстроем этот вопрос никак не решен. Никак мы у них не заберем промышленных строительных материалов. Не могу сказать, врать даже не будет. Стекольный у нас, а вот любые строительные материалы пока не у нас. Приходите и силикатно будем разбираться. Незнакомы пока просто. Знакомы. Знакомы, знакомы. Сазонов сказал очень хорошо. Нет, я с ними не знаком. Приходите ко мне. Будем на контроль все это брать. Не бросим никого. Никого никогда не бросим. Ну, смотрите, выручка от 400 до 30 миллиардов. Чтобы в среднем предприятии, конечно. Но мы сейчас хотим... Выручка была в 800. То есть уже спустили до 400, чтобы более расширить круг участников. Сейчас ведем разговор на 200. Но это уже очень уж смягчает условия. То есть сейчас пока набирается 200 предприятий до 24 года. Но опять же, пока проводишь анализ, кто-то отсеивается по внутричной, кто-то уводит. Все время в движении. Приходите, никого не бросают. Посмотрим. Получится, не получится. Да, конечно. Сергей Девчонкин, вы приводите цифру, что вы приводите с туда где-то там. А цифру 21 процента, как вам сказали, увеличивается. Вот это вы как считаете, по какому крипере? Продукции произведенные, как раньше называли, обнаруженные на склад, или продукции реализованные, то есть полностью. Ваши нервни, и порой бывают очень большие вещи. Произвести можно много, а не зависит. Сознаюсь честным, сейчас не готов ответить. Я снимал вопрос. Да. Ну, если надо будет, давайте нам на контакт расскажем. Там предпочитает по всеми 17 штук, это такое за 17 лет прошло. Сейчас не скажу, а дружные продукции. На склад не были. Есть еще что-то заложить? Ну, наверное, пока вот все. Ждем обратную связь, телефон, телефон есть. Нет, как раз будет продолжение вот этого разговора в теме. Поэтому... Все, отлично. Мы друг друга не это... Да. Мне понравится, что Сергей Николаевич знакомится с нами, приезжает в любое время в Держинск. Конечно, здорово, когда молодые и энергичные. Стараемся, приглашайте. Да, да, да. Мы спокойно вас не оставим, обещаем. С Держинской администрацией прямо на связи. С вами прямо на связи уже. Вот еще с Держинским топов. Вы сейчас на прямом связи. Да, да. На самом деле, мы с Министерством промышленности давно, мы примем связи теперь с вами. Да, конечно, конечно. Спасибо, спасибо Сергей Николаевич. Спасибо вам.